Ивановское школьное телевидение признали на международном уровне. Команда медиа-центра гимназии номер 23 оказалась в числе победителей фестиваля «Киносвет». Награду в номинации телепрограмма для детей ивановцы получили за выпуск передачи «Время с пользой». Всем привет! В эфире Ая и Саша. И это время вы проведете с пользой. Да-да, не удивляйтесь. Прямо сейчас мы будем делать гимнастику для глаз. Мы на фестиваль подавали несколько наших работ. Первая работа — наш фильм. Можно сказать, что он был при любовь. Дальше документальный фильм про скульптора Волка, который у него состоят. Скульптуры по всему нашему городу. Дальше наша передача, о которой я недавно говорил. Время с пользой. Которая рассказывает про то, как проводить время с пользой. И с пользой для своего даже здоровья. Так, надо сейчас вспомнить. И еще документальный фильм про другую сторону профессии гончара. Как бы он помогает даже лечить людей. Начальное дело. Все, отлично, спасибо. В телепрограмме школьники дают советы сверстникам, как весело провести время, пропагандируют здоровый образ жизни, рассказывают о школьных событиях. Победа на международном фестивале стала для ребят приятной неожиданностью. Когда мы узнали об этом фестивале, мы решили предложить несколько материалов. В том числе передача, которая у нас была сплошным позитивом. Ребята очень постарались. Они и Саша были ведущими. У нас мы попробовали такой формат, что-то вроде ток-шоу. Медиа-центр в гимназии существует около пяти лет. Ребята выпускают школьную газету, создают новости и короткометражные фильмы. Учатся писать сценарии, работать с техникой, монтировать видео. В августе в Риге пройдет награждение победителей фестиваля. Ивановские школьники надеются, что у них получится познакомиться с коллегами из других стран и набраться опыта и вдохновения для следующих проектов. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.